Да, 160 килограммов. Взамен Энакуин, Франция. Ну и старые истории мы сравниваем с первоначальной заявкой, и он прибавил 4 килограмма заявочному весу. Солидная прибавка. Попытка пальцем его забинтованной. Сорвалась штанга. Самая большая заявка в рывке у армянского атлета Тиграна Мартиросяна, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине. 175 килограммов. А второй заявочный вес у олимпийского чемпиона Лю Чуна. 170. 160. Узбекский атлет Мансурбек Чашемов. 26-летний спортсмен. Он выступал на Олимпийских играх в Пекине. 165 он зафиксил в первом упражнении. Одна попытка у него была удачная. Ну, даже попытки, собственно, и не было. В районе поясницы. Чашемов на Олимпиаде занял седьмое место. Энджамин и Некуин, Франция. Второй подход. 160. Ну, и продолжая тему заявка, то заявка нашего Романа Хамашина весьма-весьма скромная. на 160 килограмм. С чего мы начнем? С чего мы начнем? Попытка на сей раз удачная. Попытка на сей раз удачная. На чемпионате мира в 2007 году, это в Чанг-Мэй, чемпионат проходил. Первое место тогда занял беларус Андрей Рыбаков. Второй беларус Вадим Стрельцов стал третьим, а наш Аслан Бек-Идеев из Грозного занял второе место. «Держи, держи, держи! Держи! Держи!» «Романа Хамашина» «Роман Хамашин» «Роман Хамашин» Сто раз напомню, два года назад на чемпионате мира был шестым в сумме двоеборья. На его втором упражнении только одну попытку искупить 200 килограмм. 162 на штанге и Георг Погосян, Армения. Ну, вы догадываетесь, что после шести дней соревнований уверенно лидирует сборная Китая, которая набрала очень много золотых медалей. А вот, как ни странно покажется, но второе место занимает команда Казахстана, имевшая в своем активе две золотые медали. Вчера вот была сенсация Майя Монеза, которая на Олимпийских играх получила нулевую оценку. А здесь всех потрясла просто, особенно в толчке. Толкнул 141 килограмм и в сумме 246. И по собственному весу обошла нашу Царукаеву. Сергей Лохун, Беларусь. Вот этот молодой ответ сейчас получает Нидея Рыбакова, следователь культуро-лимпийских игр, чемпиона мира, мирового рекордсмена. 163 килограмма. Илла Хун, Беларусь. Интересна будет дуэль между олимпийским чемпионом Лю Юном и армянским атлетом бронзовым призером Олимпиады Тиграном Мартирасяном. Девятое место Заэров занял на Олимпиаде. Хорошо, хорошо выиграл штанг. Очень легко. Владимир Кузнецов, Казахстан. 165 килограммов. Я уже говорил об успехах казахских атлетов. Пока девушки отличаются. Две золотые медали. Держи, держи, держи. Легко. Тоже очень непрерывно. Спокойно. Без каких-либо эмоций. 27-летний атлет из Казахстана Владимир Кузнецов. После распада Советского Союза, конечно, в бывших республиках появилась возможность развивать спорта. Вы сами понимаете, что очень трудно было попасть тогда в состав сборной команды Советского Союза. 165-й второй подход россиянина Романа Хамадшина. Давид Риггерт возглавляет нашу сборную. Потрясающе было. Надо было иметь. Настоящий Геркулес. Обидно. В рывке Роман Хамадшин выглядит предпочтительней. Но, вы знаете, я даже боюсь говорить, боюсь говорить, но придется вам сообщить. 7 человек из 10 заявили в толчке по 200 килограммов. Представляете, какая будет борьба? Не борьба, а просто резня. 165-й третий подход французского атлета Бенджамина Некуина. Ну, и вот он, первый из десятки сильнейших, завершает борьбу в первом упражнении в рывке. Вот хотя хорошо есть выход француза, этот выход дает возможность отдохнуть нашему Роману Хамадшину. Вести, как говорится, дух. И завершает с результатом 160 килограммов. Ну, вот интересно, Манзурбек Чашемов из Узбекистана, он не взял 160. Ну, или пропускает и вес 165. Ну, вот идет Роман Хамадшин, последний подход. Москвич. Поздравляю высоко. Хотелось бы, чтобы он взял. Нет. Увы. Увы, всего лишь 160 килограмм. 160 килограммов. Я прошу, 161. 160. И, судя по всему, его обойдет большая группа спортсменов. Юрк Погасян, 166. Хорошо. Просто прекрасно. Ну, а Роман Хамадшин, ну, что можно сказать? Ну, два года назад на чемпионате мира он в рывке показал лучший результат, чем сейчас. 165 килограммов, правда, тоже одну попытку использовал, но тетке 165, а на сей раз 161. Так что за два года не сделал ни шага вперед. Польский атлет, Адриан Зелинский. 167. Бил 165. Да, Роман Хамадшин будет замыкать турнирную таблицу в этом упражнении. Хорошо. Пока из тех атлетов, которые взяли вес, тут нет никакого мучения, шатания на помосте. Все очень четко. Никаких отклонений. 20 лет польскому спортсмену. Поплотней. Поплотней. Позлее. Сергей Лахун. 168. Беларусь. Поплотней. 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 И здесь, смотрите, как очень четко. Поиметь какой-то задел. 168, и Георг Погасян, Армения. 25 лет атлету. Завершает с результатом 166. И вот выходит первый номер, олимпийский чемпион Лю Юн. 170. 70. В олимпиаде он начал со 175, и затем во второй попытке взял 180, а в третьей не взял 183. Ну что, все в порядке. Довольно. Ну вот, кстати, я говорил о семи атлетах, которые заявили в толчке 200 килограммов. То вот как раз Лю Юн заявил 210. Так что ему главное здесь не отпустить далеко соперника. Ну, я имею в виду прежде всего Тиграна Мартиарасяна. А он еще и не выступал. 170 на штанге. Интигам Заиров. Азербайджан. Второй подход. Попытка неудачна. Попытка неудачна. Appeers. Азербайджан. И сам мастер demis. Составом Бухгаллre hard, азербайджан. Держи, держи, держи! Держи, держи! Ну, сумел, сумел его заинтересовывать. 170. Важная попытка. Вот возьми Роман Хамадшин во второй попытке. 165. Гляди, может быть, 170 сумел бы толкнуть, вырвать в третьей попытке. Но все это из области, если пока бы. Опять на штанге 170. Георг. Нет, прошло прощения. Энтиган Завиров. Он даже немножко пересидел. Но, тем не менее, все-таки. Третьей попытки сумел. Сбернул 170. И закончил. Кончу соревнования в этом упражнении. 180 килограммов. Из четырех атлетов, которые завершили уже борьбу в этом упражнении, у него пока лучший результат. Буэнтигама Заирова из Азербайджана. Поляк Адриан Зелинский. Вспомним. 167 брал. Теперь 171. 161. Хорошо. Хорошо. Просто отлично. Молодец, Адриан. Ну, надо сказать, что это, в общем-то, незнакомое имя на международной армии. Адриан Зелинский. Правда, видел я его на одном чемпионате Европы, но ничего, так сказать, он не сотворил. 171 килограмм. Последний подход Сергей Лохуна из Беларуси. Ну, заменить Андрея Рыбакова ему не удалось. И ныне надо сказать ему спасибо. Во-первых, он выполнил все три попытки. И завершил пока с лучшим результатом. 171 килограмм. Даже, может быть, и временно, но обошел олимпийского чемпиона Лю Юн. Ну, и пока, пока не выступал, не появлялся на помосте армянский атлет Тигран Мартиросян. 172 килограмм, пожалуйста. Один Мартиросян уже был. Вперед здесь, в чемпионате мира, в Каянии. Теперь счастливая фамилия. Билл для армянской сборной. Ну, посмотрим, как выступит Тигран Мартиросян. 172 он начинает. Вот немножко, как говорят, скромничает. Он заказал 175. Я уже говорил вам об этом. Ну, может быть и прав. Лучше перестраховаться и взять с первой же попытки вес. Ну, а потом можно прибавлять. Постапись! 26-летний спортсмен. Бонзовый призер Олимпийских игр в Бикини. Что-то почувствовал какой-то, более вероятно. Лесницы. 172. На Олимпиаде в Бикини он взял 177 килограммов. Первые попытки. Нет, я прошу прощения. В первой он взял 172. Вот как и сегодня. Потом 177 и 180 не взял в третьей попытке. Владимир Кузнецов, Казахстан. Последний подход. 172. Ну, завершил соревнование в Олимпиаде. 170 килограммов. Вот из тех, которые завершили соревнования, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек, лучший результат имеет Сергей Лохун из Беларуси. 171 килограмм. Он уже в пятерке. Поляк Адриан Зелинский. 171 во второй попытке. Вот сейчас у него. 173. Средний подход. Пока такая, я бы сказал, спокойная идет борьба. Как бы так, не спеша раскачивается на качелях. И никто не делает рывка вперед. Вот 172 вырвал. Ну, Зелинский не берет 173. И завершает тоже с результатом 171, как и Сергей Лохун. И 172. Вот Мартиросян вышел, вырвался вперед. На два килограмма обошел Олимпийский чемпион. Но по первой попытке Юн не собирается останавливаться. И вот сейчас у него уже 175 заказано во втором подходе. 175. Собственный вес Юна легче. Легче на сколько? Смотрим. На 40 граммов. Легче Мартиросяна. Всего лишь 40 граммов. Ну, 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 держать, держать. Тяжеловато. Но все-таки счастлив. Счастлив. На чемпионате Китая он был первым. И к тому же он, хотя я подчеркиваю, не все олимпийские чемпионы попали в нынешний состав сборной Китая. Тем не менее, ему удается отлично выступить. Как только женщины в двух весовых категориях выступили в казашках. 176. Тигран Мартиросян. Ну, ему действительно, ему надо опережать соперника хотя бы на килограмм. Сам он тяжелее. Вот не доел бы где-то пару бутербродов и, видишь, не было бы этих 40 граммов. Нет. Нет. Немного потирает бутербродов. В этом случае неубедительная была вторая попытка у Л cs. поэтому нет гарантии что он следующий вес возьмет киросян вот ему это это очень важно тем более что в предыдущей попытке он не сказать больших усилий не приложил прямо скажем не хочу обижать спортсменам но мне все-таки кажется чуть-чуть ему не хватило характера надо надо дожать как говорят спортсмен через не могу очень легко он как отказывался продолжение в этом случае итак он пока он завершил но у него в общем-то серебряная малая серебряная медаль это ясно и малая серебряная золотая медаль олимпийского чемпиона но он идет вновь на помост это третий его подход и удача завершает он с результатом 175 а какой же вес был сейчас на штате 177 не сумел и 175 первое место малая серебряная золотая медаль фигура на марсиара армения давайте посмотрим кого же бронзовый медаль здесь два спортсмена по 171 килограмму узелинского смотрим его вес и сергеева хуна из белоруссии и лохун легче у него 83 900 а мути линска 84 940 так лохун становится кронзовым призерным вот видите а я его видел сказал что не заменил он рыбакова нет пока у трудно заменить олимпиады чемпион мира мировой рекорд смен до сих пор два его рекорда значится в таблице в рывке 187 и сумме 394 такого спортсмена заменить трудно но молодой парень 21 год ему все равно малая бронзовая медаль есть показывает армянского атлета и он маленькая заявка была видеть и на 192 а идет он на 197 как-то ему наверно обидно стало что 192 далековато от 200 решил приблизиться к этой мощной семерки хорошо хорошо выполнил толчок почти сделан ну и теперь очередь у владимира кузнецу ну что ж как говорят лед тронулся господа присяжные 200 килограммов 1 1 200 и легко взял, без особого напряжения. Ноги так начали путаться, но справился с ним. Отстала у него здесь чуть-чуть левая нога. 200 килограммов, опять Сергей Лохун, Беларусь. Вот интересно, кто первый споткнется на этих килограммов 200. Или, может быть, вся семерка возьмет этот вес первоначальный. Ну, может быть, тот и изменит свою цель. Как-то меня убаюкивает. Вот это такое спокойствие, хладнокровие всех атлетов. Очень спокойно проходит борьба. Хотя вот так вот, что на цифры посмотришь, прямо вздрагиваешь. Кузнецов, Владимир Кузнецов, Казахстан. Вот, видите, он заказал 195, а пошел на 200. Так что это уже, будем считать, восьмой участник из 10. Разъявил 200 килограммов. Очень легко, молодец. Ну что ж, он неплохо выступает. Пятый результат в рывке. Я дебютанты команды на таком чемпионате. В чемпионате МЕК. Удачно. Хорошей компанией выступает. Рамов, москвич Роман Хамачшин. 24 года. Справа, Давид Риггерт. Да, постарел, постарел Давид. Как его любому называли, друзья, ДОТ. ДОТ. Держи, держи! Ну что ж, фиксирует, фиксирует. 200 килограммов. А мне все-таки кажется, что Чешемов, наверное, не выйдет. Попробуем. 200 килограммов. Ну, у нас еще Геворг Погасян 200 и Тигран Мортиросян 200. Не изменят своего решения. Геворг Погасян 200 и Тигран Мортиросян 200 и Тигран Мортиросян 200. 200 и Тигран Мортиросян 200. Геворг Погасян вот меняет всю нам картину. Маловато взял он, правда, в первом упражнении. В рывке 166 килограммов на 6 килограммов отстал от своего боли. Адриан Зелинский 201. Во второй подход. 197 он взял. Попытки. Ну, честно вам скажу, борьба будет очень-очень упорной за награды. Может быть, за первое место борьбы не будет. Скорее всего, так. А вот за второе и третье места это будет очень. Ну, что ж, взял 201 Зелинский. Молодец. Напомню, у него четвертый результат в рывке. 171 килограмм. Всего лишь 4 килограмма проиграл победитель. Еще одна попытка есть у польского атлета. Помню, ему 20 лет. 202 на штанге. И вот это уже изменил Бенджамин Энекуин, француз. У него было заявлено 200. Он идет на 202. Немножко нам портит общую красивую картинку. Все-таки, знаете, 7 человек на 200 килограммов. Вот он изменил и Георг Погосян на 201. Ну, ничего. Все равно очень эффектно выглядит таблица сейчас. Нет, вот видите, прибавил 2 килограмма. И вот здесь 2 килограмма, как действительно, дополнительные гири повесли на ключах. Но, тем не менее, обратите внимание, это первая пока неудача. Хотя у нас не... Ну, Чешемов, так я уже почти уверен, что он не выступать не будет. Но они пока и не выступали только двое. Лю Юн, олимпийский чемпион, которого в заявке 210. И Тигран Мартиросян, у него 200, и я думаю, что он тоже изменяет свою первоначальную заявку, потому что уже 200 до вобрали. А, впрочем, мы помним с вами, что у него была травма. Заиров на 202 идет. Представитель Азербайджана. Да, жаль будет, если Тигран Мартиросян сойдет с соревнований. Вы помните, что он после каждой попытки, он все время поглаживал поясницу. Чувствует... Поль... Ну, дискомфортность, во всяком случае. Вот поэтому я и смотрю, что он 200, он 202 уже на штанге. По идее, он должен быть тоже 202 килограмма. Владимир Кузнецов. Стан. Подход. Да вот, молодец, развивается. Ну что ж, прекрасно, прекрасно. 372 килограмма в сумме. Идет борьба, идет борьба за награды. Ну, бывает, там два-три спортсмена, четыре. Ну, а тут, понимаете, такая компания солидная. И отдать предпочтение трудно кому-либо. Ну, я уже этот китайский атлет вне. Это француз. Да? Второй подход. Джамин Энекуин. Вы знаете, уже даже в его взгляде чувствовалось, что он не возьмет эту штангу и на грани нулевой оценки. Джамин Энекуин, участник Олимпийских игр. Стоит результат у него был. И 205 он. 205 он толкнул Бекине. С состязанием, не поймал, чем она вызвана. Обычно все-таки корейцы, китайцы, они очень большие, аккуратистые. Все у них четко. От секунды до минуты буквально. И его последний подход на 202 килограмма. Ну, а потом пойдет... Потом пойдет азербайджанец Интиган Заир. Невыразительно он выглядел в первых двух попытках, поэтому я, честно говоря, не уверен, что он сейчас справится с этим весом. нет, нет. Повела ему штанга. И вот, пожалуйста, первая наливается русского спортсмена Бенджамина Энекуина. Прямо скажем, это неожиданно. Ну, а это уже хамство. Бросил, так сказать, полотенце на камеру. Вот, кстати, такой выходки никогда не дождешься от корейского атлета, от китайского. Представители Таиланда, к примеру. Они очень вежливые, внимательные. Ну, как ко всему. Так, 203 на штанге у Заирова. Последний подход. Павел. Павел. Ну, 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 потяни ногу-то, потяни. Да, долго, долго он потягивал ногу, но судьи все-таки, так сказать, дают. 205. Второй подход. Сергей Лохун. Русь. Помню, что он бронзовый призер в первом упражнении. 171 килограмм. Так что, вот это его попытка может его на пьедестал. Встал. Ну, встал легко. Ну, а как толчок? Хорошо, хорошо, вы знаете. Ну, остановился. Хорошо подтянул правую ногу. Она слегка у него отстала. Но все вроде благополучно. Сейчас посмотрим, да. Засчитывают судьи. 376 у него. Сейчас сумик. Ну, молодец. Отдать ему надо должное. 21. Ой, парню. Ну, я думаю, что Андрей Рыбаков, если смотрит эти соревнования, он должен быть доволен своим преемником. Тегло, да. Китайский атлет изменил свою первоначальную заявку. 210, вы помните, было. Теперь идет на 206. Ну, в общем-то, он, наверное, и по-своему прав. Пока отрыва большого не видно, поэтому зачем рисковать на 210 идти. 218. Напомню, мировой рекорд. Ну, вот первая попытка. Первая попытка. И он лидер. Лидер. Он первый взял вот здесь по-хому на месте. Ну, и вот там Зелинский, по-моему, остался. Там его в шею. Да, вот он. Готовится. Мост. Адриан Зелинский. Это не польский атлет. Адриан Зелинский 206 килограмм. Вот он сейчас ведет борьбу с Сергеем Аллахуном. Бловато. Ну, как толкнет. Нет, не вышло. И он в итоге проигрывает белорусскому атлету. 372 у него в сумме. И 201 килограмм в толчке. Не хватило чуть-чуть. А вот возьми он 206. Мог быть и в тройке сильнейших в сумме даже двоеборья. Владимир Кузнецов. 206. Казахского атлета. Третья его попытка. Стой! Стой! Вытолкни! Держи! Держи! Молодец. Хотя мне показалось, что он поторопился. Но, как говорят, победители не судят. Ах, как он возбужден. 376. Он пока третий. 376. И 206. Пока одинаковый результат у него с китайским спортсменом. Правда, у китайцев без попытки. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Кстати, между прочим, это редкое явление. Но, в данном случае, казахский атлет легче. Его собственный вес легче, нежели у китайца. 83,930. А у китайца 84,680. Ну, это так. Роман Хаматшин. 207. Некоторые сомнения у меня есть. Потому что первая попытка на 200 не была идеальной. Ну, впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну, 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 ну. Встать, встать. Нет. Нет. Чувствовал. У меня тут было предчувствие, что он не справится. на 17. 207. Последний подход. К Аматшину. Нет. 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 я же говорил 200 он как-то уж очень сомнительно толкал 361 килограмм в сумме это очень-очень маленькая трое спортсменов которые завершили соревнования до него они значительно побольше даже 376 у владимира кузнецова также неудачно как и два года назад но правда там он был шестым а вот здесь и варпа гасян 208 подход армянского атлета что он хочет компенсировать отсутствие вот товарищи по сборной ну ну держи держи молодец молодец 208 килограмм что у нас давно у него слабенький результат первое упражнение хотя сейчас сумму ее 374 у него 166 всего было но тем не менее для дебютанта команды это очень важно 208 тоже не спеша двигается олимпийский чемпион люю юн но георг пакайсян как раз тяжелее китайского спортсмена но у них еще по одной попытки так что как говорят еще не вечер мансур бек чашемов из узбекистана выбыл судя по всему тигран марки россия нужно сделать почерки гейлаху 209 последний подход молодого белоруса ведь 5 попыток он использовался 3 в рывке 2 в толчке и вот сейчас последняя попытка а вдруг стал хорошо стал хорошо ну-ну-ну-ну молодец молодец серёга молодец молодец 380 у него сумме это бесспорно сейчас лучший результат и вот вам делает скачок 209 прекрасно конечно далеко до мирового рекорда санг юнга 218 килограммов но на чемпионатах мира здесь идет уже другой отчет главный все-таки показать результат а результат хороший фигур погасян 211 да еще раз сожалею что отсутствует тигран мартиросян вот так не получилось 3 попытки и 208 килограммов 374 или 208 в толчке пока это у него второй результат китайца одна попытка 211 я думаю что он должен поставить хорошую точку в этой захватывающей борьбе весовой категории до 85 килограммов потрясающе особенно в толчке просто потрясающего ай-яй-яй есть и 8 но вы знаете да не удалось ему выиграть медаль не удалось хотя он все равно в серебряный медаль у него будет потому что он он легче погася на у китайцы 84 680 а погася на 84 850 так давайте смотреть первое место в толчке занял сергей лак